КОНЕЦ 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 Добрый вечер! Ваши внимания! Добрый вечер! В первом и единственном году в Казахстане. И я хочу Вам сначала рассказать правила игры. Как Вы видите на столе 13-го корня. Каждая команда садится на игровой стол по очереди. И будет отвечать на вопросы. Независимо от того, правильно Вы ответите или нет, после каждого вопроса Вы меняете. За каждый правильный ответ Вы получаете приз. В идеале у Вас есть возможность и шанс ответить правильно на 6 вопросов. После того, как сыграют 12 вопросов, если счет будет равным, то мы переходим к 13-му вопросу, который и определит победителя. Ну что ж. У нас сегодня по этой команды. первая команда Данил Иванович, Алексей Глазков и капитан команды Александр Глазков. Тоже команда первая сядет за игровой стол. Я предлагаю капитану сесть и с помощью жеребьевки мы определим команду, которая будет играть первой. в последней хестеринской тройки. Пожалуйста. Время. 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 Готовим. Счастливый. Время. С призом я предлагаю вам вот такую замечательную группу Пираты, Корсары и Трейдеры Теперь мы выясним, останется ли я вам в вашей команде Кто играет из вас? Кто играет? Играм одного игрока Кто остается за игром с того? Здравствуйте, уважаемые знаменитые, меня зовут Александр Денисов Я живу в Санкт-Петербурге и я занимаюсь музыкой Свои вопросы я задаю специально для игры в руксовском огне Поскольку я музыкант, то посвящены они будут музыке Вопрос первый Один английский музыкант очень любил яичницу И однажды признал своей любви Какая песня возникла благодаря этому признанию в любви? Играет музыка Большая песня Отвечай Двадцать секунд Нет ответа Продолжение следует... 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 Что находилось в этом доме? Угромнительный дом. Итак, команда готова? Давайте я отвечу. Мы считаем, что там выходил заключитель. Итак, команда. Правильный ответ. В этом каменном доме находилось представительство России. Сейчас кто приедет? Уважаемые знатоки! Уважаемые знатоки! Замечательные усаживающие устальными глазами! Мы разыгрываем следующую грибу. Боги, гробницы и ученые. Откадайте современную загадку. В водорослях да не утоплен. При двух палках да не полетно. Внутри зеленая горечь. Да, не пессимист. Минута пошла. Водорослях да не утопленник. Он упал, когда не коллег. Надо что-то придумать. Ты человек? Нет. Водорослях да не утопленник. Подождите, а может быть это какие-то морской капусты? Это блюдо. Блюдо это определенно блюдо. Суши. Васаби и суши. Васаби и суши. Да, зеленая горщина. Это набор суши. Да. Кто отвечает? Отвечает Даню Юрьевич. Мы предполагаем, что это набор суши. Водорослях получается. Две палки это китайские палочки. Зеленая горечь это Масаби. Один ноль. Я предлагаю взять музыкальную паузу. Вы согласны или хотите еще какую-то? Мы берем музыкальную паузу в гости. Ну давайте тогда. У нас сегодня в гостях Ирина Кучкова. Победительница проекта «Голос. Дети. 2019» в городе Рубцовске. Мы ее поприветствовали. Она тоже очень волнуется. Первая композиция, которую она исполнит, это композиция Польши. Музыка. Спасибо. Музыка. Я желаю. Музыка. 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 Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Известна, помимо всего прочего, своим особым макияжем глаз, так называемыми стрелками Клеопатры. Однако использовала она их в иных целях, нежели современные женщины. И добавляла туда известный элемент таблицы Менделеева. Внимание, вопрос, зачем ежедневно Клеопатра рисовала такие стрелки? Ставлю на фосфор, чтобы быть похожи на кошку. Играет музыка. 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 для наведения стрелок свинец. Так как в то время в Древнем Египте были очень распространены глазные инфекции. И она рисовала эти стрелки для того, чтобы защитить свои глаза от попадания болезнетворных бактерий. Спасибо. Продолжение следует... Я так и не знаю. Дафна-де-Марье, королевский генерал. Продолжение следует... Она стала виновницей первой революции в моде. В патриотическом порыве женщины из высшего общества отказывались от прислуги, стали ездить на работу на общественном транспорте. В результате укоротились юбки, укоротились волосы, огромные шляпы сменились маленькими. Что же произошло? Минута пошла. Минута пошла. Из-за этого женщины стали в контакт с такими, какими мы сейчас живем. Кто? Слушайте, может это та самая живета, как француженка, короче, так? Она не француженка. Это, вы знаете, здесь больше феминизма, как нового транспорта, женщины. Да, и это явно было не у нас. Вряд ли она. В результате этого что-то стало. Взрыв патриотических настроений. Взрыв патриотических настроений. То есть, если это женщины, может быть, можно... Война! Прислуга нужна будет в том, чтобы носить платье, знаете, от этого отказались. Франкотрудская война. А, еще раз, мне кажется, в чем вопрос? Она! Нет, 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 нет. Вопросы. Что произошло? Война произошла. Война, я думал. Или, подожди, в Великой Депрессии. Или промышленная революция. Образ промышленная. Слушай, а может, и прямо Великой Депрессии? Великой Депрессии. Может быть, критик с Великой Депрессией. А в чем тут Великой Депрессией? В Кризис? Подождите, Кризис, давай я отвечу. Мы считаем, что произошло Великой Депрессией, вследствие кризиса женщины не могли это все оплачивать. Ну что ж, дорогие знатоки, А ведь у вас звучал правильный ответ. Случилась Первая мировая война. Кстати, Коко Шадель была, кстати, той, кто, собственно, и ввел это новое модное течение. 1-0 по-прежнему. Мы пытались. Ну, начали долго думать. Мы разыгрываем 100 великих тайн археологии. Может быть, вы потом? Думаю, все равно. В одну сторону. Уважаемые знатоки. Я в вас уверена. В 999 году Жербер-Арияк был избран папой под именем Сильвестра II и своей властью провел реформу преподавания математики. Однако, это новшество вызвало негодования в католических кругах. Папу обвинили в симпатии к неверным, в союзе с дьяволом и прокляли, не оставив в покое даже после смерти. Его гробницу неоднократно предлагали залить Серый, дабы изгнать сатанинский дух. Внимание, вопрос. Что же такого он сделал? Я не пошла. Что бы арабские цифры спрятали? То есть арабские цифры? Я не помню. Я еще потом слышал, но он уже не знал. Кстати, арабские цифры. Да, арабские цифры. Межом не треялся. А здесь? Конечно же, не знаю. Никакай. На католических кругах, я не знаю, просто, да? Да? значит, жил я очень. выявил сотворение со мусульманами и за это может быть действительно что арабские цифры были приняты. вот так вот. Это не так. У нас есть. Да, никто заменил римский цифры на... Это. Бел, а тамский... Да. Заменил римские цифры в 1999 году. Да, сходи. Да, сходи. Да, сходи. Да, сходи. Да, сходи. Ага. Кто следовал? Я? Я? я. Давай. Он был, а? Да, я. Я. сходи. Олень, отца получались. Ну, Мы считаем, что этот Папа Римский вел арабский цифры. Один-один! О-о-о, Даhan Lee! с развития арабского среднего из SCEI вместо привычной римской��сти. Они получили книгу! Да! Да Вау! Видишь его такое? Мы побежали. Затые команды! Вау, все пожалуйся! Уже у нас все разобрали, но вот Гамлет мне нравится. За Гамлету сейчас выбираем. Давайте за Гамлету. За Гамлету. В воде он остается живым двое суток и более. Обитает он в жарком климате, но жизнеспособен и после замораживания. Ученые пичкали его самыми опасными бактериями и вирусами. Он оказался невосприимчивым. Он переваривает плесневые грибки, от которых дохнут журки и мухи. Остается живым и подвижным даже после дозы радиоактивных излучений, которая в 130 раз превышает смертельную для человека. А какая легенда о нем, так и остается легендой. Срочный ответ есть. Срочный ответ, стоп. Есть досрочный ответ. Если оторвать ему голову, он будет еще жив какое-то время. Это таракан. Зря вы не взяли минуту на осуждение, потому что речь идет о Скорпионе. Легенда о нем такова, что в минуту опасности Скорпион сам жарит себя своим ядом. Вот это у нас предлина. Нет, мы бы не догадались. Да, мы бы не догадались. Пожалуйста. Акланты боги-беканы. Вопросов осталось уже. Приготовились. Известно, что знаменитый греческий миллиардер Аристоте Анасис был невысокого роста. Когда, по мнению его супруги Жаклин Кеннеди, Анасис становился самым высоким человеком в мире. Ну-ка, пошла. Продолжение следует. Продолжение следует. Мы считаем, что он становился самым высоким человеком в мире, когда забирался на Олимпу. Жаклин Буви Кеннеди говорила, что ее супруги становятся самым высоким человеком в мире тогда, когда становится она свой кошелек. Счет по-прежнему 1-1. А сейчас мы разыгрываем последний вопрос. Счет по-прежнему 1-1. Это наш последний шанс. Ребята, собрались. Собрались. Последний шанс. Счет по-прежнему 1-2. Счет по-прежнему 1-2. Мало ли что учудит про штрафов. Во Франции предпочитают прытких, обладающих хорошей реакцией и способных ответить на реплики столь же извителями. В Италии же предпочитают красивых женщин. Кому же с ними захочется ссориться? О каком же идет речь? Можно повторить вопрос, пережде чем мы начали? Повторить вопрос. Не повторяю, что нет. Минута пошла. Мы как-то речь, конечно. Может, поездить? Да. А как они тебе отвечать на документы? А может быть, поездить, поездить, поездить. Те, кто в Батюшиндам ставит на посту остальных. Типа, как они ставят, тихо. Да, я не знаю, как они говорят. Крупки, которые будут как-то делиться. Знаешь, какие-то происходящие. Да. А может быть речь идет? Может идет на советы? Нет, нет, это очень сложно. Я говорю, это могут быть критки. Полицейские. Может реально какие-то полисмены? Смирно полицейские. Ну или иметь типа инспекторов. Мы сходимся на это. Это не оборудование. Не оборудование. Я отвечаю. Хорошо. У нас Андрей не отвечал. Андрей не отвечал. Ну хорошо, Алексей отвечает. Кто отвечает? Мы считаем, что это служители закона. То есть это могут быть как полицейские, так инспекторы ГАИ, так жандармы и прочие. В общем, служители закона полицейские. Да. Браво. Браво. Вот мы вот сходимся на это. Служители закона. Они же полицейские, они же жандармы, они же инспекторы. Вопрос более конкретный. Правильный ответ. Речь идет о регулировщиках уличного движения. Да служители закона. Нет, это не так. Это разборка. Да, разборка или иначе. Инспекторы. Мы говорили, что полицейские не прогрессии. Счет 1-1. Спасибо. Спасибо, пацаны. Поиграй. Спасибо. Представляете. Выбираем ли? Да. У нас еще остался 13 вопросов, так как счет у нас равный. Счет равный, можем сыграть еще один равный. Да. А давайте выберем по жребию. Давайте выберем по жребию. Капитан, пожалуйста. Капитан. Капитан. Вовсе. Ну, вообще, по очереди. Вот. Паустой. Ладно. Ура. Вряд. Капитан. Вряд. 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 А теперь спряталась. Получай. Вряд. Вряд. Теперь вопрос тематический. Количество военных и гражданских лиц, похороненных на этом вкладке, до сих пор точно неизвестно. На памятнике над их братской могилой написаны три стихотворные стратегии. Я им сейчас вам зачитаю. Как много под вечной охраной гранита, но знай, не верящие этим словам, а третью строку вы напишите сами. Я пошла. Строки не записал. Как много. Как их много под вечной охраной гранита. Но знай, не верящие этим словам. Минута закончилась. Мы предположим, что заканчивается подобными строками, но каждый убитый останется в наших сердцах. Ну что ж, счет один-один так и остается. Заканчивается этот строк, последний строк, который вы все прекрасно знаете. Никто не забыт, ничто не забыто. Речь идет о Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге. Ну что ж. Выбираем лучшего. Участие лучшего. Кто, может быть, по вашему мнению, не был окончен, был лучший. Или по мнению ведущего. Мне сложно сказать. Я предлагаю проголосовать. Давайте, кто положил, что-то. Пусть проголосуют те, кто снимал и участвовал. Кстати, друзья, у меня есть еще несколько вопросов в запасе. Я могу вам, если есть еще интерес, если есть время, предложить всем. Каждая команда будет решать. Играем всем глупо. Да, но почему нет? Да, давайте попробуем. Все вместе собираемся. Время на камере еще. Все. Давайте еще. Играем всем глупо. Встанем. Книги, прессы, что у нас еще есть? Ребята, может быть, все будем за стол садиться? Все, две команды. Вы поместимся. Ну ладно, садимся. Поместимся. Мы трамбуемся, посладим. Давайте, давайте. Победу. Девочки, вы не торопитесь. Нет? Замечательно. Садись, тут место есть. Тут место есть. Тут место, нафига. Мед место есть. А, так. Тихо. 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 Мы точно так же играем, только играем всем глупо. А, ну, просто это у нас здесь. Душа потерялась. Девинки моего круга. Ребята, играем точно так же, но всем. Елена, мы решили играть всем глупом. Ну, мы и так решили. А, а как вы определите... А вот, чья команда даст правильный ответ? А чего странно? Нет. 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 Я посмотрю. Мы будем голосовать за того, кто активность появлял. Ну, давайте посмотрим. Так, а теперь представим, что в этом зале находится черный ящик. Мы его просто представим. Его нет, но мы его представим, как будто он есть. В конце 70-х годов, прошлого века, 4 британских специалиста, стоматолог, дизайнер, астрофизик и инженер, объединились для выпуска некоего продукта. Предприятие оказалось успешным. И впоследствии таких продуктов было несколько. Так, внимание, вопрос. Что находилось бы в черном ящике? Ну, пошла. Астрофизик, дизайнер, астроном, инженер. Стоматолог, дизайнер, астрофизик и инженер. Это зубная пазка. Зубная пазка, да. А, астрофизик для того, чтобы это в телеках выпускать, верно? Да, да, да. Это зубная пазка. Кто из какой команды ответит? На нас, кого. Может, учитывайте ее. Может, тоже ответить на 100 лет опять? Давай, смотри. Это зубная пазка. Зубная пазка? Да, Альфель? Да, Альфель. Да, Альфель. Астрофизик, Брайан Мэй, инженер. Джон Дикон объединились и создали всем известную группу Queen. И в черном ящике у нас был альбом группы Queen. Альфель. А-а-а-а. А-а-а. 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 Вы показали девочки? А-а-а. Вы хотели отметить? А-а-а. 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 Мариинский дворец в Санкт-Петербурге был построен Николаем Первым для своей дочери Марии. Однако с 1859 года Мария не стала жить в этом дворце, и причиной этому послужила конная статуя ее отца. Чем же она ее не устраивала? Минута пошла. А, Николай Умер, а у вас одна статуя ее не устраивала, но если у Коммера это же не поможет. Нет, речь идет о конной статусе отца. А она сейчас, кстати, осталась, эта статуя? Да, неважно. Неважно, осталась она или нет. Вы знаете, чем она ее не устраивала? Построен Николай Зелен для Марии причина, а конная статуя отца. А вы знаете, конная статуя, она у нас наконец-то. Ну да, ну как-то не, получается, может быть. Да, это с 1859 года. Может, он что-то загораживал, а этот самый статус? Она напоминала, он отец. Он же умер, да? Это правильно, это просто. Я ее не любила, а она просто не любила. Это просто с детками, что-то загораживало. Что-то повалено. Это очень больное. Это от слова поля. Как садник сидящий на фоне? О, у нас есть вариант. У вас есть вариант, пожалуйста. Отец любил лошадей больше, чем его. Неплохо. Чисто женский ответ мне серьезный. Можно вас тоже? Ну, конечно. Возможно, дело было в материале. Возможно, в 1859 году было какое-либо исследование по поводу открытия медицины и всего прочего. Возможно, это действительно проблема была в материале? Ну, вы слишком уходите. Потому что на нее смотрела пока она спала. Психологию. А не устраивал Марию то, что эта статуя стояла задом по дворцу. У нас нет. Ну, я не знаю. У нас не было никакого варианта. Да. У нас ни у кого не было такого варианта. Да. Готовы отвечать? Да, готовы. Итак, знаменитые и старейшие парижские рестораны во многом обязаны своим успехом гильотине. Минута пошла. Кто это? Это вот такая. А может, это то, что когда происходила казнь в гильотине, она собирала много народных. Возможно, она собирала много народных. Потому что для этого люди открывали первый ресторан для того, чтобы собрать деньги с народа, которого там много просто толпилось на казнь. Ну да. Ну опять же, это там столпотворение было. Все ходили поднимали. А может быть, это потому, что вовремя казнь в гильотине не было. Ну опять же, это там столпотворение было. Все ходили поднимали, за столпы даже смотрели на это. Кто отвечает? Кто отвечает? Ну, мы предполагаем, что эти кафе были обязаны гильотинам, потому что на момент казни собиралось достаточно большое количество народу и такую прорву нужно было чем-то кормить. Именно поэтому люди пытались сорвать как можно больше денег, открывали кафе рядом с местами казни для того, чтобы прокормить народ и получить деньги за одного. Речь идет о знаменитых и старейших ресторанах. Так это до вводного. Правильный ответ, что после казни королей и знати их повара были вынуждены идти работать в обычные рестораны и готовить для простых людей. Вау! Ответ, он на поверхности, кстати. А при чем? А при чем? Макра, короче, не было хозяйами, Макра, на слезе разговариваете. Ну, на этот вопрос, я думаю, вы точно ответите. Следний вопрос. Следний вопрос. После смерти Карузо. Не знаете, кто такой Карузо? Нет. А кто это? Это Робинзон. Не знаете, кто Карузо? Карузо. Не Крузо, а Карузо. Карузо. Энрике Карузо. Известный оперный исполнитель. После смерти Карузо его импресарио стал искать замену великому певцу. В качестве кандидата явился один молодой человек, выслушав которого импресарио воскликнул. Ах, сеньор, вы вполне могли бы заменить покойного Энрике. А каким образом? Ну вот пошла. Каким образом? Да. Кто это мог быть? Ну, не знаю. А когда Карузо? Кто? Карузо. Не Нрике, а Карузо? Да. Ну, это одного вас зато же звали Энрике. Это было единственное, чем он мог его заменить, наверное. Да, скорее всего. А сейчас смотрим. Либо он мог заменить это... Да. Ну, смотри, если ты его... Тогда... Нет. А еще, может, ему настолько не понравилось его исполнение, что он такой... Да чтоб ты сдох. Именно так. Ну, смотри. Ну, смотри. Адекватная. Ну, смотри. Она, она вполне себе адекватная. Адекватная. Мне нравится. Хорошо. Это... Да? Хорошо. Кокорова. Из. Ну, что много. Давайте сделаем так. Давайте вот... Одна команда даст один ответ, другая команда даст другой ответ. Давайте. Давайте начнем. Нет, мы не можем. Мы считаем, что он мог заменить его, потому что у него было то же самое имя. Кто он? А, кто он? Да. Допустим, Энрике Глейси. Хорошо. Ваш ответ. Это кто был? Что был за человек? Каким образом этот молодой человек мог бы заменить... Да он мог вместо него вместо него. Правильно. Когда появился на свет Энрике Глейсис, Энрике Корузо уже давным-давно не был на этом свете. И заменить великого певца этот молодой человек мог тем, что он мог умереть вместо него. Именно так сказал писарю. Мы считаем, что сову надо отдать до него. Это прямо. Пусть она... Пусть она... Все согласны с этим? Да. Все, все согласны. Все согласны. У нас два один ваших команд. Дымки два один. А вот оставшиеся книги. Да, да, да. Я вот девочкам хочу быть. Потому что у меня их много. Мне две. Может быть команда разберется между собой. Я не против. Давайте все книги читать. Возьми шик-спей. И девочку читать. А сову дадим дадим. Это пылья. Это пылья. Аплодисменты. 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 Девочки. Сейчас я возьму девочку? Нет. Ребята, идите. Что-то я беру книгу. Опа. Неплохо. А остальные? Сколько книг осталось? Две? Две? Ребята, у нас остается шесть книг. Ни одной команды. Тихо. Бери-ка. Бери-ка. Пантры. Пантры боги и великаны? Да. Человек. В смысле тебя? Маяк. А у меня один. Видите, еще у нашей команды есть одна книга. Одна книга. Одна книга. Она у меня память. Еще две книги. Одна книга. Давайте. Все книги. Пусть образовываются. Пусть есть ручка. Пусть есть ручка. Пусть есть ручка. Давайте загадывай. Загадывай. Что ты не будешь? Я не только запишу, ты вообще все возьмешь. Я читаю. А, посмотри. А тут возьмешь. Давай. Загадки уже зажали. Загадки начали. Уважаемые затоки. У нас сегодня, кстати, еще одна музыкальная паула. Да, мы слушаем вас. Мы слушаем еще одну музыкальную паула. Хорошо. Мы присядем. Мы присядем и будем присядем. А, кардинал, да? Да. Так как у нас совсем скоро большой праздник. А вы поете? Нет. Я хотела большое ступенье сказать. Так как у нас большой праздник, скоро День Победы. Эта Банкетерина нам подарит сейчас песню. Как раз таки приулоченному празднику. Думаю, ее поддержим. Еще раз все аплодисменты. Аб quote. Хорох повсюду лежит, и чуть рresso, поиска дрокет. Да, в земле дрожит от двух стрелат. Кв sincerely запустит Pfizer. А герой войны. Ах, ветераны, наденьте свои одинаковые, И пусть они им звенят всегда. Мы будем помнить, что такое война. Ах, ветераны, наденьте свои одинаковые, И пусть они им звенят всегда. Победа любой ценой, Веком осталась семья, И пусть они смотрят в лицо, Но с ним нельзя. Не позабыв про страх, Но не упали в бою, Ах, ветераны, наденьте свои одинаковые, И пусть они им звенят всегда. Мы будем помнить, что такое война. Ах, ветераны, наденьте свои одинаковые, Наденьте свои ордена. И пусть сегодня Звон орденов все тише, В памяти нашей Он будет вечно слышен. Памяти hat не стал, Памяти dirt Ах, ветераны, наденьте свои ордена И пусть они звенят всегда Мы будем помнить, что такое война Ах, ветераны, наденьте свои ордена Наденьте свои ордена Наденьте свои ордена Ах, ветераны, наденьте свои ордена Ах, ветераны, наденьте свои ордена